Ребята, хотела рассказать вам про дебетовую карту Тинькофф Блэк в космическом дизайне от Лэзи Сквэр. Кэшбэк за покупки до 30% настоящими рублями, доход до 7% годовых на остаток по счету. Наличные можно снимать в банкоматах Тинькофф бесплатно, а также переводить деньги по номеру телефона через СБП без комиссии. Оформляй космическую карту по ссылке в описании и начинай экономить и зарабатывать прямо сейчас! Всем кай! Маленькое предупреждение. Это видео снималось супер-мега давно. Ну, то есть, реально супер-мега давно. Возможно, это был апрель или даже март. Сейчас я выгляжу несколько иначе. Буквально несколько иначе, потому что кто-то еще глаза себе пошел и сделал, пользуясь случаем. Ну, сегодня видел про зон. А еще у меня появился код. Это Эвил 2. Пожалуйста, плиз, Эвил 2, не шелудись. Познакомьтесь, это Эвил 2. Эвил 2, познакомься. Эвил 2. Это не пафос на кице. Это Эвил 2. Эвил 2. Он еще совсем маленький. Кстати, мы родились с ним в один день. Imagine, мы родились с котом в один день. История о Эвил 1, которого вы знаете как пафос на кице, будет в Телеграме. Знаете, на зоне очень много косметоса и очень много странного косметоса и очень много какого-то мега популярного косметоса. А если вы видели у меня видео про проверку косметики с Вайлдберрис, вот этот из той же самой категории будет. Я собрала самую хайповую косметику, которая есть на зоне, которая при этом отвечает двум критериям. Первый критерий. Она супер-мега дешевая, то есть реально, по-моему, у нас тут палетка теней 200 рублей стоила. Во-вторых, это косметика, которая имеет огромное количество отзывов и реально пользуется спросом. Поэтому, что ж, давайте посмотрим, что там такого архи-мега популярного и при этом супер-мега дешевого. Вот все как было. Когда я снимала видео с косметикой самой дешевой и самой популярной из Вайлдберрис, очень многие позиции мне действительно понравились и я ими до сих пор пользуюсь. И для меня было действительно очень много находок, поэтому я решила повторить все то же самое с Азоном. Но на Азоне как будто бы товаров было больше и многие из них были действительно в какой-то степени даже пугающими. Ну, типа, за 60 рублей база под тон. Я, конечно, все понимаю, но вам не кажется, что это, например, слишком дешево. Короче, было очень много странных вещиц. Боже, что это? Я нашла целый набор макияжа от Мир Бьюти. Вы знаете про Мир Бьюти? Оно стоит 280 рублей. И это выглядит в той части, как Мэйбелин. А что здесь так много всякой левой хрени? Что это за вообще набор Лэш Сенсейшнл? Ну, один в один, как у Мэйбелин. Типа, что это за дичь? Это же буквально то же самое. Достоинство. Советую. Достоинство. Неплохое. Недостатки. Нет. Комментарий. За свою цену норм. Блин, знаете, на самом деле, вот я не знаю, сколько хорошей идеей тестировать прям совсем левую косметику, потому что, ну, хрен знает, дальше потом с ней будет. Не думаю, что у меня хоть какая-то сертификация есть. Мне хочется, честно, из-за озоновской косметики пострадать. Ну, давайте поищем что-нибудь более-менее адекватное. Ну, карандаш. 114 рублей. Нормально. О, тень для Олег. 199 рублей. Нормально. Короче, ребята, я сидела на озоне и пыталась найти там косметику, которая будет та самая дешевая, будет иметь хорошие рейтинги, и это было достаточно непросто, потому что действительно дешевая косметика, типа, знаете, вот палетка тенится 200 рублей, на озоне дофига. Но при этом, чтобы у нее еще были отзывы хорошие, желательно с фотографиями, ну, здесь было сложнее, но я так и справилась. Давайте перейдем к обзору. Ну, а при этом, еще обязательно подписывайся на мой канал, пока я ожидаю посылку. Время на твою подписчику. Три, два, один, ура! Ладно, озон. Нашла карандаш за 90 рублей. А, извините, это выгода 90 рублей, карандаш за 500. Да нет, иди отсюда карандаш за 500. Ты меня вообще не корешь в этом видосе. Так, ну что ж, какое-то время прошло, и сегодня вот повернулась, короче, со съемки. Фотографировалась в образе Джинкс из Аркейна. Да, то самое чувство, когда у тебя сейчас цвет волос один в один, как у Джинкс. Это было как-то так. Если вы вдруг не знали, кто такая Джинкс из Аркейна. И вот прихожу домой, а тут меня ожидает моя посылка от Озон. Могу ошибаться, но как будто бы коробок недостаточные, и все они суперлегкие. Надеюсь, мне все пришло, что я заказывала. Ах, пока я делаю распаковку, хочу рассказать вам, что у меня недавно вышел мой новый трек. Он называется Лиса Одна. Вы можете найти его абсолютно где угодно. Он есть в любой сети, в которой вы слушаете Музгу, Spotify, Apple. Это по ЭТД. Можете его просто загуглить Лиса Одна. Можете перейти по ссылке, которую я оставлю вам в описании. Вообще, на самом деле, мне будет очень приятно, если вы послушаете. Возможно, если кому-то вообще захочете постримить, постримите. На данный момент этот трек очень сильно зашел. И я просто хотела, ну, рассказать о своей радости. Потому что его заметили даже американские тиктокеры, типа Бенжи. И я просто не знаю, как на это реагировать. Под мой трек делают Эдиты японские тиктокеры. У меня 60 тысяч клипов в лайке. Это, типа, очень много. И, ну, пользуясь случаем, хотела сказать спасибо всем, кто поддерживает мое творчество, мой YouTube-канал, помогает мне развиваться в музыке. Потому что, действительно, для меня очень важна ваша обратная связь. Так что всех люблю. Всем большое спасибо. И очень надеюсь, что вам покатит мой второй трек. Это все еще гиперпоп. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг вам покажется, что звучание какое-то специфичное. Ибо, ну, в этом и смысл. Ваша королева гиперпопа. А теперь приступаем к лучшему бьюти-блогу на всей планете. Моему, конечно же. Ха. Она не была честная. Я не верю, что у меня в руках сейчас чистая линия. Правда, мила? На самом деле, я не могу ничего сказать про чистую линию. Ну, буквально нормальный бренд. Я не знаю, откуда столько к нему каких-то предубеждений. Потому что, когда я была детем, я часто брала... Я часто брала мамкину косметику как раз-таки от чистой линии. И мне было максимально норм. Да, я даже не испортила свое лицо. Как видите, абрикосовым скрабом. Хотя я юзала его практически каждый день. Но носим. Но носим еще на лоб. Я не знаю, какое количество нужно делать, поэтому сделала как-то так. Вам же нормально видно? Если этот бьюби-крем плохо ляжет, то это будет вина уж точно не метода нанесения. Потому что нет ничего лучше, чем спонжик от BTS. Неиспорченный чистейший спонжик BTS. Короче говоря, походу этот бьюби-крем подходит только в том случае, если ты хочешь сделать небольшую коррекцию своего лица. Типа, у тебя нету ничего лица. Ну, вроде как бы твоя кожа выглядит здоровой и хорошей. Как бы я оценила бьюби-крем на чистой линии? Ну, во-первых, за свои деньги, класс, ставлю ей лайк. Во-вторых, как бы я оценила бьюби-крем? Ну, буквально как бьюби-крем с надписью «Идеальная кожа». Дальше я даже не знаю, если честно, что мне можно сделать, потому что, как бы, смотрите ситуация. Я заказывала себе еще средства для бровей, типа, два в одном, чтобы было и средство для бровей, и консилер, только вот, пожалуйста, вот. Естественно, я не собираюсь рисовать брови черным цветом, потому что это будет хана всему макияжу, как без вариантов. Используется это как подводку? Ну, типа, конечно, можно, но I have some fashion, потому что я не использую никогда черный карандаш. Мне не нравится эффект, который ты получаешь при использовании черного карандаша, поэтому я никогда не использую карандашной техникой. Никогда. Ну, а консилер вызывает у меня тоже ряд вопросов, потому что какого-то хрена, вместо того, чтобы консилер будет нормального оттенка, он оранжевый. Потому что делать с этим карандашом я реально не знаю. Давайте оставим, вы знаете, в сам конец видео, когда я сделаю макияж, потому что если мы сделаем уродские брови, ну, никогда невозможно будет оценить макияж. Поэтому предлагаю сейчас, наверное, наверное, сделать полный контуринг. Для этого у меня есть румяна от фирмы Nice View, если ничего не путаю. И здесь у нас сразу два оттеночка. Один получается более такой розовый, другой более оранжевый. Так, мы берем с вами кисточку. Да, это кисточка, это кисточка. Это кисточка от Doji Cat, между прочим. Пожалуйста, не думайте ничего лишнего. Хотя, знаете, можете думать. Ну, вы знаете, на самом деле я правда что-то как-то пока слишком удивляюсь, потому что все, что я использую, ну, то есть одно средство, меня порадовало. Два средства меня порадовало. Ну, типа реально, вот я сейчас смотрю на все это добро, и мне нравится. Достаточно пигментировано, достаточно прям приятненько. Наносится неплохо, растушевывается тоже Nice. В целом, это средство, как и BB-крем, мне нравится. Я даже не знаю, что еще о нем сказать. Добавлю немножко сюда-сюда-сюда-сюда-сюда, потому что, ну... Зачем осуждать косметику, если она хороша, да еще и стоит дешево? Вот. Ну, ребята, сейчас у нас будет сектор-приз на барабане, ведь сектор-приз у нас Ruby Rose. Потрясающая палетка. Боже, я помню момент, я приезжала к бабушке в Тулу, и у нее, короче, рядом с домом был какой-то, знаете, пиратский магазин, где продавалась всякая фигня, типа там диски, боже мой, тогда еще были диски. И вот я туда ходила в надежде на то, что увижу всякие разные симсы. И вот я помню, что в этом магазине дисков по какой-то причине продавалась косметика Ruby Rose. И меня всегда она так заинтересовала, так заинтересовала. Но я думала, что я девочка такая геймерка, поэтому, ну, не покупала никакой косметики себе. Но однажды увидела у мамки что-то от Ruby Rose, и, в общем-то, забрала это себе, и мама думала, а куда делись ее тени, а я ей не сказала, что они у меня. А вот так вот не надо было ребенка в бабушке сплавлять, а потом приезжать и хвалиться своей косметикой. Стыдно. Но потом я знала, что у моей мамы в основном косметика была от Dior, потому что она очень сильно любила Dior в молодости. Но почему-то меня привлекала именно Ruby Rose. Я не знаю. Смотрите, в общем, ладно, это была короткая история моей жизни. Здесь у нас полеточка теней, хайлайтеров и румян, и контуринг, которые выглядят вот так. Честно говоря, ну, очень достойно. Называется Beach Bunny. Пляжная зая. I guess это выглядит как будто бы даже очень хорошо, но серьезно. У них даже цвета похожи как раз-таки на тот самый хайповый Dior, который сейчас все загоняются. Я немного сломалась, потому что я просто взяла хаотичный хайлайтер, и он оказался какой-то слишком сияющий. А что вообще происходит? А почему? А почему все как будто бы нормально меняется, смущает? Я так не умею. Мне обязательно нужно что-то уговнить. Все понятно. Обзор проплаченный. Ну, реклама и пауза. Слушайте мой джек в Исауме. Одна посылка на ревсальный. И не жулись, когда написываете голос. Даже не знаю, что я хочу сделать по контурингу. Ну, ладно, давайте сделаем. Немного сюда. Да почему? Да я так не умею. Да я так не могу. Мне обязательно нужно, чтобы что-то было плохо. Но это же хорошо. У него даже цвет хороший. А я много добавила. Даже не думала, что будет настолько nice. Какого черта? Вот сейчас все будет понятно, Руберос. Ты меня не обманешь. Ты думаешь, что можешь меня... Нет, ты не можешь. Бахуем, короче, контуринг. И хоть от него это палетки, только зеркало, если честно. Я что-то не знала, если взять тонкой кистью вот эту вот потрясающую палетку, то у тебя будет очень яркий эффект. Ладно. Впредь учтем. Будем стряхивать. Стряхивать хорошо. Не надо не стряхивать, кто не стряхивает. Тут лох. Что сказать? Тут нечего сказать, кроме слов, кроме того, что реально класс. Смотрите, сделала тонкий маленький нос. Все, как я люблю. Нет, я не могу перестать улыбаться, потому что я просто в шоке. Я реально в шоке. Да какого хрена-то? Блин. Еще чуть-чуть раз затрем, а то слишком активный хойлайт так не очень хорошо. Но это просто тупо смешно. Ну, ребята, мы переходим с вами к палетке теней. Палетка теней выглядит Be Like This, и она была люто дешевая. 199 рублей это как? Она была настолько дешевая, что мне, честно говоря, даже немножко как будто бы тупо страшно ее наносить на свое лицо. Но я даже не понимаю, чье это производство, потому что ничего не написано, только Allure Color. Хозе кто такой-то Allure Color, но, скорее всего, такой-то Китай. Давайте полюхаем. Сразу можно определить запах Китая. Люблю Китай, но запах их косметика выдает. Да, я забыла, я уже нюхала, и она пахнет отвратительным пластиком, пережженным. Знаете, вот если вы когда-то чувствовали, как пластиковое что-то сжимается, если добавлять это в костер, не спрашивайте, зачем я это делала. Вот это вот... Что такое было? Вот это вот оно. Сам спотч. Ну, ладно, да, наконец-то, кажется, у нас... Подождите, а почему в жизни это выглядит так и на пальчике арка? Нет, говно. Кажется, только что у нас наконец появился некий победитель этого видео, который наконец-то, наконец-то удовлетворит мою садистическую натуру. Ну, сейчас мы с тобой бахнем на тени, тени. Даже не знаю, с чего начать потрясающе великолепие, но давайте начнем с базы, что им еще остается. Извините мое зеркало. Фигарем вот этот оттенок на все века. Ну, и эффекта примерно никакого нет. Кто написал отзывы этому средству, вызывает у меня вопросы, зачем вы пишете левые файковые отзывы, это же просто ерунда. Хорошо, я возьму плоскую кисть, потому что иногда не получается нанести не плоской, и это был правильный вариант. Хорошо, я меняю свое мнение. Быстро я его поменяла. Далее давайте возьмем с вами вот этот оттеночек. Мне он нравится. И нанесем в складку. Как раз сочетается с румяными. Цвета не вижу. Он как будто бы есть, но как будто его недостаточно. Окей, пошел третий слой. На третий слой все стало понятно. Не буду говнить ничего, потому что если бы эта палетка стоила несколько тысяч, я бы, конечно, сказала все, что я не думаю, но так она стоит мне несколько тысяч. А, блин, что там рублей 190, я точно не помню, то как это можно говнить? Слишком дешевая цена. Невозможно от такой цены ожидать какого-то качества, уровня, не знаю, Настейши Беверли Хиллз, там, или того же самого, я не знаю, Джеффри Старха. Ну, честно говоря, для повседневного макияжа палетка, в общем-то, достаточно норм. Ей можно сделать легкий образ. Цвета даже между собой каким-то чудом перемешиваются, но не стоит ожидать, что при помощи этой палетки можно бы сделать какой-то яркий макияж. И дело не в том, что у нее цвета такие нюдовые, а в том, что она сама по себе очень полупрозрачная. Такая типичная, знаете, вот, а-ля как азиатская палетка. Для любителей легких азиатских макияжей полупрозрачных вообще класс. Для любителей красочных макияжей, ярких, где коричневый, это коричневый, а бежевый, это реально бежевый. Ну, им не очень зайдет, поэтому вот такой вот у меня вывод. Теперь у нас с вами очередь стрелки. Так, открываем. Значит, здесь у нас... Ого, ребята! Это даже не спонж, это прям кисть. Это прям кисть, и походу это очень хорошая кисть, потому что она рисует, смотри, какие тонкие штучки. Балдеж! И вроде как бы даже не течет. И вроде цвет даже достаточно плотный. Неужели я сделаю сейчас охренительно крутой макияж? Я вот даже не верю. Че, делаем большую стрелку или как? Или маленькую? ХЗ. А, не знаю. Ну, вон, красиво. Кто покупал, пожалуйста, напишите ваше мнение, потому что то, что я сейчас вижу, у меня очень-очень тонкая линия получилась. Смотрите. Я даже не рассчитывала, что она в теории может получиться настолько тонко, как она получилась, но, блин, она супер тонкая. Я даже не знаю, ее вот на ресничном крае даже не видно. Офигенно! Из плюсов. Подводка просто занимает особое место в моем сердечке. Я ее буду использовать очень часто, потому что я в шоке, что здесь был реально не фломастер, а вот эта вот кисточка, которую я очень люблю. И то, что у меня реально получились очень классные стрелки, которые мне нравятся. Да, они широкие, у них странная форма. В конечном итоге я нарисовала, но мне очень нравится, и под этот макияж, мне кажется, подходит. Из минусов. Я не знаю на что, но, возможно, у меня появилась аллергия, потому что выскочила вот эта вот штука. Есть еще также вероятность, что я просто держала долгую руку вот здесь вот под спирал, и это не аллергия, поэтому если это не аллергия, то скоро пройдет. А если аллергия, то вариант только один, скорее всего, на чистую линию, потому что больше ничего на лице не было. Хайлайтер у нас здесь, румяна здесь, здесь конкретно в этой зоне ничего нет, поэтому наблюдаем. Посмотрим на тушь. Фирма называется Real Blue, если я правильно понимаю. Упаковка выглядит достаточно солидно. Здесь даже как будто бы фэнти бьюти, ну типа, ой, худо, простите. Худо, плиз, не обижайся на меня, я просто перепутала тебя с Рианой, но, знаешь, от такого перепутывания ничего страшного. Я надеюсь. Открываем. Это же Maybelline упаковка. Очень странная она. Здесь как будто бы металл, и здесь пластик. Ну, а эта упаковка чистая Maybelline. Я уверена, у большинства из вас есть эта тушь. У них такие туши есть в желтом, в черном, вот точно такой же розовый цвет есть, я, по-моему, даже на нее обзор как-то делала. Типа, почему? Это выглядит один в один как Maybelline, но доверие у меня от этого не вызывает. Если к Maybelline у меня нет никаких вопросов, то здесь у меня вопросов слишком много, о боже. Ну ладно. Мы сюда пришли не за тем, чтобы честности слушать о том, как мне страшно обзоры делать. Блин, ну, даже щетка у них такая же. Там точно была тушь с такой щеткой? Я прям это помню. Погнали. У меня реально... Че? Вот вы помните, какой по вкусу, по запаху мультифрукт сок? Любой. Например, фирмы там Добрый, если у нас существует, я. Че там есть еще? Вот этот уш пахнет мультифруктом соком. Самым обычным соком. Почему? Я понимаю, что отдушки у всех разные. И нормально использовать разные отдушки. Но почему она пахнет как мультифрукт? Честно говоря, я не знаю. У меня какие-то вот странные ощущения на тему этой туши. Она явно не 4D, как заявлено. Это прям 100%. Ничего плохого, ничего хорошего, но если вам нравится мультифрукт, то вам зайдет. Если не нравится мультифрукт, то у вас запах будет возле очень много вопросов, потому что последнее, что вы ожидаете от косметического средства, это... Аромат сока! Почему? Дизлайк. Далее мы берем с вами оттеночный блеск для губ. Выглядит он вот так. С целым красивое. Достоинно. Ну, приятный вроде как оттенок. Давайте сначала ляпнем сюда. Ну да, он такой вроде был прозрачный тинт. Сейчас глянем, что будет с губами. Вы знаете, если тут был бы аромат мультифрукта, у меня было бы меньше вопросов, чем к туши, конечно, от которой у меня теперь воняет в глаза мультифрукта. Но это ладно. Я не боюсь, она мне не понравилась, поэтому пофиг на нее. Красивое. Блин, меня так это бесит, вы бы знали. Это меня прям раздражает. Я хочу взять и просто что-нибудь сюда наклеить. Все. Задумка такая. Итак, ребят, тинту я поставлю. Ну, 10 я не могу ему поставить, потому что он не настолько хайповый. Я поставлю этому тинту баллов 8. На 8 прям супер. Цена у него адекватная, по вкусу адекватная. Все с ним хорошо, не знаю, зачем взяла подводку. Далее у нас остается два средства. И учитывая, что вот это вот все-таки у нас... Смотрите, айлайнер. Все правильно. Да, айлайнер это вот это, айброу это вот это вот. Все правильно, я ничего не туплю. Ага. Кофе и сливки типа называются. Короче. Блин, ну вот не хочу я этим рисовать свои брови, но придется. Один бровь сделаем вот этим. Второй бровь сделаем вот этим. Потому что, ну, сами понимаете, если мы плохо сделаем брови, то даже если я буду использовать данное средство, и оно мне понравится, я не пойму и не смогу до конца оценить результат. Поэтому начнем, пожалуй, одну бровь с этим сделаем, а другую с другим. Ну, какая миленькая, маленькая упаковочка. Смотрите, какая секси. И к ней в комплекте еще шла вот такая вот мохнатка. Значит, это у нас мыло для бровей. Достается по классике вот так. Фу, воняет какой-то ерундой, и внутри, кстати, консистенция меня немножко смущает. А еще мыло ездит. Ну, мочили. Делаем жмяк-жмяк. Жмяк-жмяк. Ну, а теперь после жмяк-жмяк поднимаем бровь. У этого средства очень высокий рейтинг, но я пока не понял прикола. Ну, нет, нет, нет. Знаете, любой крей-карандаш, любое обычное мыло лучше, чем это. Эта штука какая-то, не знаю, вообще не оценила ее, ну, такое себе. А еще какое-то неприятное ощущение стягивания пошло, но это, видимо, потому что мыло, возможно, для него это нормально. Ну, короче, я это выкидывала по мойку, вот это мне вообще не зашло. Все, это отстой. Дизлайк. Хорошо, что мы в самом конце это сделали, и мы настроение не успело портиться. Ну, а теперь мы переходим к этому потрясающему карандашу. Прости, я не знаю, кто-нибудь попросит меня за это. Короче, погнали, давайте. Но карандаш слишком мягкий. Это прямо сразу точно скажу. Он прям очень мягкий. Ну, цвет у него типа черный. Кстати говоря, на удивление, прям идеально подходит под мои брови, но это ладно. Честно говоря, когда заказывала, он не был черный. Он был такой темно-коричневый, холодный, серый, я бы даже сказала. Да и называется он кофе с молоком. Кофе с молоком не черное, не черный. Кофе с молоком коричневый. Ну, я понимаю, в общем, в комплекте здесь консилер, потому что накрасить это без консилера вообще нереально слишком мягкий продукт. Она вообще рисует хоть что-то? Я ничего не понимаю. Ну да, что-то рисует, но нужно так нажимать, видать. Да, я поняла. Короче, все. Здесь можно даже дальше не париться, не стараться, потому что она настолько-настолько нужно тяжело нажимать на нее, что просто раскорябываешь нафиг все себе брови. У тебя даже не столько эффект от консилера, лол, будет, а от того, что ты просто стер цвет, который у тебя, опалы, которые тебе нужно пофиксить, потому что средство настолько тяжело красится, что, естественно, когда ты на него давишь в лютейшем образом, оно просто стирает то, что было под ним. Я типа ору. Это чё? Дизлайк. Концептуально мой вердикт таков, что все класс. И этому можно поставить лайк, но не вот этому. Мне не понравилось вот это, мне очень не понравилось вот это, ну а все остальное было норм. А, ну и тушь такая себе, но это прям в помойке.